Около 100 пожарных со всей Центральной России съехались в Иваново, чтобы посоревноваться в умении оказывать помощь при ДТП. Такие масштабные соревнования наш регион проводит у себя впервые. Сегодня на данных соревнованиях у нас присутствует 17 областей, плюс еще Центральный региональный поисково-спасательный отряд и 996-й спасательный центр. Количество участников – 115 человек, которые съехались, как я еще раз уже говорил, со всего Центрального федерального округа. План действий на месте аварии таков. Сначала необходимо устранить все внешние угрозы, вызвать необходимые службы и обесточить автомобиль. После чего можно приступать к спасению людей. Жертвам ДТП оказывают необходимую помощь прямо на месте, а затем уже осторожно извлекают из авто. Пострадавший на спинальный щит затаскивается на раз, два, три одним движением. Если больше одного движения, то вы уже причиняете больше травмами, позвоночник на грузик даете. Только после того, как оба пострадавших оказываются в машине скорой помощи, задание считается выполненным. Судьи соревнований оценивают как скорость действий пожарных, так и точность их выполнения. По многим критериям оценка команды может быть снижена. Если будут неправильно выполняться последовательства, нарушены, естественно, штрафные баллы. Оказание помощи, неправильно наложен воротник шейный, неправильно работа с гидравлическим инструментом, нарушение требований охраны труда. И все за это. Есть специальная итоговая таблица, где у нас штрафные баллы. Поисково-спасательному отряду работы на месте ДТП давно привычны. А вот для пожарных это обязанность пока в новинку. Так что соревнования – еще один способ закрепить знания и применить их на практике. А лучшая команда будет представлять весь Центральный федеральный округ на всероссийском уровне. Наталья Романова, Андрей Семибулков, РТВ Иваново.